Сосед постоянно сгладывает, просто вообще грация. Как будто он с одной работы на другую работу бежит резко. Я опаздываю на работу. Всем привет дорогие друзья, это ТОП ДПС и сегодня мы будем тестировать гладиатора. В этом деле мне как всегда будет помогать Горец. Привет Горец. Добрый Дангайз. Что ты скажешь про нового обновленного гладиатора? Как по мне довольно конечно интересно, у всех прям ажиотаж. Мне кажется данный персонаж очень хорошо подойдет шейхам, как определенное развлечение, но для работяг он остается все таким же невостребованным примерно на уровне Аббисволкера. Но у него появились очень мощные массовые скиллы, и причем некоторые массовые скиллы очень сильно похожи на ДКшные, которые бьют по площади и тоже вставляют мечи в поле. И откатываются они практически моментально, всего лишь пару секунд. Я думаю, что потенциал как в ПВП, так и в массовой прокачке у глада все же есть. А для этого мы здесь и собрались, чтобы раскрыть ПВП потенциал гладиатора. Но вначале небольшая реклама. Время людей подошло к концу. Вы долгое время издевались над нами, проливали кровь ящеров, но пришла пора возмездия. Мы возвратились из пепла. Могучие, свирепые, готовые к великой битве. Дай отпор от стакану, владыки ящеров, в Линейдж 2 Эссенс на Фо Гейме. Что из себя представляет гладиатор на лоу-бусте, вы видите на своих экранах. По характеристикам 82 силы, очень мало ловкости, очень медленная скорость атаки и 8000 физ атаки. Сможет ли глад нанести хороший ДПС с такими характеристиками, я не уверен. Но сейчас мы это проверим. Горец, если ты готов, то давай счет и поехали. Как всегда готов. Три, два, один, ноль. Поехали. Начинаем бить гнома. Проблема в том, что у меня нет никаких скиллов, кроме по сути двух основных. А из того, что некоторые скиллы были заменены из-за изучения трехзвездных, а на этом бусте трехзвездные мы не используем. Но в целом отката тройного расчета не хватает. Абсолютная восходящая атака бьет не так часто, но все-таки бьет. И кстати урон от нее реально очень хороший. И я думаю то, что потенциал разгона ДПС прям отличный у глада. Я, если честно, не смотрю сейчас вообще за ДПСом. Просто мне нравятся анимации. Они очень приятные. Да, и еще у глада подкат действует заблизи. И это дополнительный ДПС в теории. Только на женских персонажей или на мужских тоже? На всех. Как бы это свободная игра. Подкатывать может кто угодно. Ну слушай, я думаю то, что урон то будет хороший. Мне что-то показалось, что глад наносил достаточно большое количество урона. И в ПВЕ на этом бусте он себя проявил слабенько. Да, нет массовых скиллов. И в целом скиллов не очень много. Но вот в ПВП прям урона влетало достаточное количество. Прав ли я в своих суждениях? Сколько мы те нанесли урона? Не сказать, конечно, то, что гладиатор показал какой-то рекорд или прям сильно удивил нас. Но он практически, можно сказать, на 99 процентов снес ЦП, что является очень хорошим показателем нашей рубрики. А ДПС получилось 454. 454 ДПС у глада на лоу-бусте. Это отличный результат. И в выводах в ТОП Экспи я говорил, что глада раскрывается только на более крутом бусте. Но в ПВП ситуация полностью меняется. Так что это хороший персонаж в целом. Особенно, если вы будете ориентироваться на ПВП. В таком случае мы просто обязаны посмотреть, что будет дальше. Переходим к битбусту. Переоделись мы в битбуст. Что он себя представляет, вы видите на своих экранах. По характеристикам, к сожалению, мы не дотянули до 90 силы, а всего лишь имеем 88. Но, судя по прошлому тесту, и здесь у нас показатели должны быть весьма хороши. А так ли это, узнаем прямо сейчас. Горис, если ты готов, то давай счет и поехали. Разумеется, готов. Три, два, один, Гок. В этот раз у нас теперь появились массовые скиллы. Не то, чтобы нам нужен сейчас массовый урон, но это дополнительный урон, который мы можем вносить помимо наших основных обилок. Не знаю, как сильно это повлияет на наш ДПС. Такое ощущение, что не то, чтобы он прям сильно вырос. Я вот тоже смотрю, такое ощущение, что если бы ты убил бы теми же самыми обилками, что и в прошлый раз, но просто в бусте получше, то то же самое было бы. А мы сейчас и проверим, и заодно поймем актуальность этих массовых скиллов. Так что, дополнительные тесты и в топ ДПС все для вас, для нашего зрителя. Надо в топ ДПС еще, знаешь, четыре булки рядом ставить, чтобы массовые скиллы оправдывали себя. Ну, здесь можно и 11 булок. Кстати, апгрейд рубрики. Чисто будем проверять персонажей с массовыми скиллами и ставить несколько булок. Не проще просто наш урон умножить на 11. Но, по крайней мере, глад это делает очень красиво. Не то слово. Какой у нас ДПС вышел по итогу? Вообще, изначально мне казалось то, что мы не увидим каких-то интересных цифр, но ДПС получился 1587, что если не изменяет мне память, довольно неплохой результат. Да, это на самом деле удивительно, потому что это немногим хуже, чем ДК. Это весьма хорошие цифры. Но я думаю то, что их можно еще улучшить. Хотя и массовый скилл-то неплохо бьет. 1100 критом, когда обычные удары не критом наносит 400. Так что, возможно, и не такой уж и плохой скилл рассечения клинками. Но все же нужно учитывать то, что у нас сейчас шанс крита не очень высокий. И, возможно, на более хорошем эквипе мы получим большую зависимость от различных комбинаций скиллов. Ну, тогда самое время перейти на топ-буст. Переоделись мы в топ-буст, что он себя представляет, увидите на своих экранах. Естественно, мы сразу же ставим дополнительную тату-шку четвертую, чтобы у нас было чуть больше силы. И теперь мы имеем 104 сил в характеристиках. Естественно, мы это сбрасываем, потому что мы можем ее немножко перебросить на ловкость. И таким образом мы разогнали ловкость до 60, а силы теперь у нас 102. Это очень крутые характеристики, и наш физатак уже составляет 18000. А мы еще не использовали 4-х звездочную трансформу. Кстати, обратите внимание на то, как она кастуется. Теперь у нас появились эффекты в игре. Вот это приближение очень странное. А главное то, что эта трансформа дает просто бешеные показатели для гладиатора. Собственно, это и есть основное умение, которое делает из гладиатора гладиатором. Итого, у нас 20000 физатаки, максимальная скорость атаки и очень хорошие шансы силы критов наших физических умений. Вот здесь, я думаю, ДПС просто будет бешеной. Но, опять-таки, теперь у нас нет вопросов использовать рассечение клинками или нет, потому что оно теперь улучшенное. И также появляется новый скилл натиск клинка. Да, он стоит 400 мп, но откат у него слишком большой и, скорее всего, мы вряд ли сможем его использовать более одного раза за наш один замер. Хотел бы отметить, что с текущим оружием гладиатор выглядит как человек с ветрянкой. Ну, то есть, если бы ветрянку можно было бы как-то в линейдж перенести, вот мне кажется, она бы именно так и выглядела. Это почти хера. Это почти ветрянка. И посмотрите на огромный радиус массовых скиллов. Это просто безумие. Да, глад это имба, но имбой она становится только после трансформы. Слушай, я думаю то, что мы сейчас сможем увидеть что-то близкое к ДК. Не знаю откуда у меня такое внутреннее чувство, но оно имеется. Давай его проверим. Давай, если ты готов, то давай счет и поехали. Три, два, один, го. Ой-ой-ой, какая анимация. У меня весь экран сейчас был красный. Ужас какой. Как же он. Это вообще законно. Красиво и больно бьет. Не то слово. Это точно топовая экипировка? Офигеть. Что, почему ты умер? Зачем ты умер? Да я устал просто, прилечь решил. Вау. Мне кажется, то, что это топовый персонаж на топовом бусте. На бест бусте, да, скорее всего, есть персонажи, которые смогут его обогнать, но в таком виде, мне кажется, гладиатор раскрывается максимально. То есть да, есть персонажи, кто хорошо себя раскрывает на лоу бусте, кто-то на самом лучшем бусте, а глад это что-то посерединке. Это тогда, когда он становится максимально эффективным. Ну мы тебя прям очень быстро убили. Да, довольно быстро. За 15,5 секунд. 15,5 секунд? Да у нас как бы некоторые персонажи на бестовом бусте такой результат показывали. Сколько вышло это ДПС в цифрах? Так ДПС вышел-то весьма солидный. 9447. 9447 ДПС. Мне кажется, что пришло время увеличивать хп булки. Это слишком быстро и слишком много для этого персонажа. Слушай, да не торопись ты так, давай сначала проверим бестовый буст в самом деле. Окей, пошли переодеваться. Переодел себя в бестовый буст, что он себя представляет, увидите на своих экранах. В этот раз мы уже не разгоняем ловкость, потому что ее уже хватает для того, чтобы перейти порог в 60 и силы теперь у нас 119. Собственно, благодаря этому физатаку мы уже разогнали до 35 тысяч. Помимо этого у нас по 10 тысяч защиты и максимальные показатели скорости атаки и шанс силы физических умений. Я думаю, что мы тебя снесем буквально за несколько секунд. Вспоминая результат, который был у ДК, ставлю, что Глад справится секунд за 6. Но это надо проверять прямо сейчас. Три, два, один, го! Так, урон большой. И ты умер! Вау! Единственное то, что было небольшой затуп после счета, мне кажется, что таймер нужно немного откатить. Но это мы сейчас посмотрим на повторе. Не, ну результат шокирующий, на самом деле. Я вот сейчас вот смотрю, ну это, это, что-то с чем-то. Ну, Глад реально хорош. Глада неплохо переделали и очень крутую трансформу ему добавили. Ну, это безумие, на самом деле. Ну, это какое место? Это, это второе после ДК? Я не знаю. Да, можно уже проспойлерить. Глад реально занял второе место. А это значит, что он обогнал ассасина. С ДПСом в 45631. 45631 ДПС. Булка была убита за 3,2 секунды. И причем это было сделано массовым ДПСом. То есть он может разваливать пачки. И в отличие от ДК, это он может делать часто. Вы посмотрите, насколько быстро откатывается его массовый скилл. Раз в 2 секунды он может просто лупить по, ну, всем по кругу и причем большим уроном. Мне кажется, у Шейхов появилась новая игрушка. Очень интересная. Что, получается у нас смена меты? Смена меты! Обязательно пишите в комментариях, что думаете по поводу данного ДПС у Глада. На самом деле меня это очень сильно удивило. Ну, а общую таблицу с нашими результатами вы видите на своих экранах. Как по мидбусту, так и по бест. И не забывайте о том, что следующий класс, который мы будем тестировать, выбирайте именно вы в телеграм-канале Вайда по QR-коду на экране и ссылки в описании. Ну и напоследок, Горец, как ты резюмируешь наши сегодняшние тесты? Ровно так же, как и было у мною обозначено в начале. Думаю, то, что это отличный персонаж для Шейхов, для ПВП-активных, ПВП-направленных игроков. Но все же не ожидаю то, что в ПВЕ он будет выдавать результаты, опять же, больше того же Ассасина. Ну, а вы свое мнение пишите в комментариях. На этом все, спасибо за просмотр. Пока-пока. До скорых встреч! Был на зоне бунт, под Воркутою где-то. Был в той зоне бур, там два авторитета. И в тыкву превратится в полночь красная карета. Хорошая примета. Хорошая примета.